Продолжение следует... Трепичные куклы, например. Ну и примерно в то же время вошли в моду дрезденские картонажи. У нас дети их делали сами, но появились они именно в Дрездене, и поэтому название закрепилось. Вот такие вот картонные фигурки дети делали сами и вешали на елку. Чуть позже из увлечения клеить разные картонажи для новогодней елки выросло другое большое ремесло. Стали делать настоящий картонный театр. Это были разнообразные фигурки, могли построить целый дом из картона, разные-разные сцены. Началось все очень просто. В провинциальные театры из больших театров отсылали разные-разные рисунки. Это были зарисовки каких-то декораций, персонажей, разные зарисовки к разным-разным пьесам, чтобы в провинции тоже могли посмотреть современные тенденции и как-то тоже ставить современные пьесы. Но те, кто отсылал и отрисовывал, решили сделать на этом бизнес. Идею украли на самом деле, начали делать такие картонажи и продавать для домашнего пользования. И так дома появились большие и маленькие картонные театры. Они могли появиться у каждой семьи. Тогда же, в конце 19 века, в моду вошли куколки-миньонетки. От французского миньон, крошка. Вот такие вот фарфоровые куколки могли себе позволить только очень богатые люди. Ведь в таких куколах фарфоровыми были ручки, ножки, личико. С ними в наборе могли идти разные одежды, предметы обихода, все что угодно на самом деле. Но, как я уже сказала, позволить себе их могли только очень обеспеченные люди. Но детям победнее. Тоже хотелось такие игрушки. Тогда был придуман выход. Делали фарфоровыми только головы. А все остальное туловище могли сделать родители сами из ткани. И мамы шили своим деткам такие вот игрушки. У нас есть куколка подешевле. И с тем показывали деткам, что играть можно не только с дорогущими куклами. Можно находить интересное и в самом-самом простом. В нашей коллекции представлена уникальная кукла конца 19 века. Вот она как раз идет со всем-всем набором. Там и подушечка, и пледик, и смена одежды. Ну и тогда как куклы это все-таки более девчачьи такие игрушки, да? То для мальчиков делали железные вот такие вот фигурки. Мальчишки могли собрать целую коллекцию и устроить настоящее побоище. Они могли выбрать, за кого они будут играть. Ведь у нас представлена конница, но могли быть еще и пехотинцы. И вот приходили мальчишки со своими коллекциями друг к другу в гости и устраивали настоящее сражение. Тогда как девчонки играли в дочки-матери с вот такими вот куколками. Игрушка развивалась и следующим этапом была игрушка из папье-маше. Здесь мы видим сцену из масленичного гуляния. Масленица на Руси гулялась сюда очень широко и по традиции гулялась неделю. И здесь мы можем видеть, что такие игрушки из папье-маше могли представлять разных-разных персонажей. Это и мальчишка, который разносит газеты, и просто гуляющие, и взрослые мужчины и женщины. Также здесь представлены деревянные и глиняные игрушки, которые тоже развивались в течение этого всего времени. Следующим этапом развития русской игрушки это перчаточная игрушка и марионеточная игрушка. Их использовали для ярмарочных разных театральных представлений. Самым известным персонажем, конечно, является Петрушка. Петрушка был безымянной куклой, пока в одном из представлений городовой не спросил у него, «Да у тебя-то, наверное, и пашпорта нету». На что персонаж ему ответил, «Есть, зовут меня Петр Иванович Уксусов». Именно так у Петрушки появилось имя. Этот персонаж в то время стал самым известным и самым любимым. Именно этот персонаж Петрушка вдохновил Стравинского написать знаменитый балет. Бенуа нарисовал костюмы. И в 1911 году на русских сезонах в Париже этот балет взорвал мир. У нас представлены зарисовки, которые делал Бенуа как раз к этому балету знаменитому. Конечно же, мир развивается. Игрушка развивается вместе с миром. Изучайте игрушки, делайте игрушки сами, развивайтесь вместе с миром.